Оскар Мамин остался на посту главы правительства. Его кандидатуру, выдвинутую президентом страны, сегодня поддержало большинство депутатов Можелиса. 78, а 21 впервые воздержались. Руку за Оскара Мамина не подняли депутаты двух фракций Акжол и Народной партии Казахстана. На связи из Нурсултана наш корреспондент Зарина Беремкул. Добрый вечер, Зарина. Как объяснили свою позицию партии меньшинства? Добрый вечер. Председатель Народной партии Казахстана Айкон Коныров и его соратники посчитали, что правительство работало неэффективно. В пандемии падение цен на сырье снизили доходы населения, поэтому казахстанцы тратят половину только на питание. Рост цен на продукты самый высокий в ЕАЭС, а кабинет министров подправляет статистику, считает мажористмен Айкон Коныров. И все же мнение большинства депутатов, то есть фракции Нур-Отан, повлияло на итоговое решение. В моем понимании воздержание это не значит, как сформулировал представитель Народной партии Казахстана, отсутствие поддержки предложения президента главы государства. Поэтому будем исходить из этого. Оскар Мамин поблагодарил главу государства и депутатов за оказанное доверие. Он заявил, что правительство нацелено на повышение качества жизни и благосостояния населения. Эти задачи будут достигаться за счет повышения темпов роста экономики. Он пообещал эффективную работу министров и сотрудничество с парламентом. Сегодня же ожидалось, что назовут новый состав кабинета министров. Вот уже несколько дней общественность гадает, кому удастся сохранить за собой кресло. На данный час этой информации нет, но совсем скоро произойдут эти назначения. Наталья? Спасибо, будем следить. Зарина Беремкол рассказала о назначении премьер-министра. Продолжение следует...